В эфире программа «Новая школа». С вами Арина Смолякова. Здравствуйте. Современная общеобразовательная школа в России существенно отличается от той, в которой учились мы. Сейчас существует множество разных типов образовательных учреждений. Существует много разных программ и концепций школ. Все это, конечно, хорошо, но как среди такого многообразия удержать на должном уровне качество образования? На что ориентироваться? И вообще, что такое качество образования и как его можно измерить? На эти и другие вопросы сегодня в нашей программе ответит директор Московского центра качества образования Алексей Иванович Рытов. Алексей Иванович, расскажите, пожалуйста, что собой представляет система оценки качества образования? Что это такое? Оценка качества образования – это, собственно, процесс установления степени соответствия образовательных результатов и условий обеспечения образовательного процесса. Так, в общем, это, во-первых, нормативные требования федеральных государственных образовательных стандартов, первое, да, и назовем их социальными и личностными достижениями. Ну, собственно, наверное, формулировка «назовем их» не совсем уместна, потому что в общероссийской системе оценки качества проект, который опубликован, именно так сформулировано. Со вступлением механизма перехода на новую систему финансирования, не на систему оплаты труда, это большое заблуждение. Новая модель финансирования, которую правительство Москвы утвердило, на которую, собственно, переходит весь город уже в 2012 году. Вы знаете, был пилотный проект, 125 школ потом к ним еще присоединились, сейчас еще присоединяются. В результате все переходят, собственно, на субсидии, на государственное задание. Собственно, оценку деятельности учителя дает сама школа. Не Московский центр оценки качества образования, не департамент, сама школа и родители. А вот в качестве единственного, наверное, критерия, который можно положить в основу оценки качества работы учителя, это, конечно, динамика достижений его учеников. Какая бы заслуженная учительница ни была, если нет динамики достижений учащегося, то я, как родитель, вряд ли бы туда своего ребенка сдал. А что такое динамика достижений? Это оценки, ЕГЭ? Что это такое? Динамика достижений учащихся – это такая многоструктурная модель. Если в прошлом году, например, мы проводим ежегодно Московский центр качества образования, проводят так называемые стартовые и итоговые диагностики. Это сентябрь, на начало года, как ребенок приходит, как он показывает знания по так называемым контролируемым элементам содержания. Это было сентябрь. И, скажем, в апреле проходит итоговая диагностика знаний учащихся. Если на входе, то есть на старте, учащийся по фамилии Петров, образно говоря, показывает низкие результаты, а на итоговой диагностике учащийся показывает высокие результаты по предмету, вопрос к вам – можем ли мы говорить о динамике достижений учащегося? Ответ очевиден. Да, значит, его хорошо учили. Вот в этом и заключаются, собственно, подходы к оценке деятельности учителя. Кстати, школы в этом году чрезвычайно заинтересованы были в том, чтобы провести диагностику учащихся. В этом году был просто всплеск большой. И даже не просто большой, он был огромный. Мы вынуждены были закрыть сайт, и я приносил официальные извинения и школам, и округам за два дня до объявленного срока, так как по настоянию руководителя департамента в этом году диагностика стартовая и итоговая также будет проводиться в апреле месяце. Они проводятся на добровольной основе, школы сами заявляют о том, хотят они проводить диагностику или не хотят, их никто не обязывает. Это личное дело каждого учреждения. И в этом году проявился достаточно такой, я бы назвал, наверное, феномен уже. Если в прошлых годах департамент определял представительное количество школ от одной группы, о лицее, про гимназии, на уровне города выигрывала так называемая репрезентативность выборки. Точно было понятно, что у нас с гимназиями, что у нас со школами. В этом году, когда было, я бы даже сказал, запрещено использовать результаты диагностики для каких-то оценок школ, школы сами решили посмотреть, а как истинное положение дел. Если в прошлом году и в предыдущие годы школа заявляла, скажем, в пятом классе, естественно, они лучший класс выставляли, то в этом году практически все школы, которые заявлялись, они выставляли на диагностику всю параллель. Как выглядит на практике динамика достижений учеников? Давайте посмотрим сюжет. В наше время школы получили значительно большую свободу и возможность самим определять методику обучения. Школа может экспериментировать, самостоятельно ставить задачи и решать их разными средствами. Создаются все новые направления, инновационные технологии, пишутся авторские программы и учебники. Изменились и требования к школе. Если раньше в школе учили и воспитывали, то сегодня получила официальное признание задачи развития ребенка как личности. На мой взгляд, что всегда работа школы должна оцениваться именно по тем успехам, которые имеют ее ученики. На сегодняшний день выпускники нашей школы и участия в нашей школе являются и лауреатами премии президента Российской Федерации. Наши дети вошли в интеллектуальную Россию, одаренные дети будущей России. Мы смотрим на те показатели и на те данные, которые есть на момент прихода в школу ребенка. Исходя из полученных данных, мы простраиваем первоначальную программу. Она, естественно, будет потом претерпевать корректировки. В эту программу входит, естественно, госстандарт. Кроме стандарта, наполняется каждая программа уже индивидуально. Тем объемом по каждому предмету, который адекватен ребенку. И набором тех предметов, которые, опять же, необходимы конкретному нашему ученику. Сейчас все говорят о том, что нужно воспитывать конкурентоспособную личность. Что это такое? Вы знаете, это, наверное, хорошо. Потому что мы живем в 21 веке. И мы давно уже вошли в мировое сообщество. Я приведу пример, наверное, из личной жизни. В этом году мой сын, закончив университет и собираясь продолжать обучение дальше, все-таки попытался устроиться на работу в зарубежную фирму. Пока там документы его ходили. И он готовился к собеседованию. Естественно, он у преподавателя английского языка спросил, как это собеседование проходит. Смотрел сам где-то по источникам. Так вот, когда задают вопрос, почему вы к нам идете, и если человек отвечает, потому что мне нравится ваша фирма, я давно мечтал, ответ неправильный. На первом месте стоят деньги. Когда мы говорим о конкурентноспособности, это мы говорим о заботе государства, о том, чтобы этот человек смог кормить свою семью, чтобы он реально мог принести пользу государству, являясь конкурентноспособным, производя какую-то продукцию. Поэтому шахта, он правильный. Надо воспитывать конкурентноспособного человека. Из каких критериев состоит оценка качества? Что туда включается? Педагогическое сообщество не договорилось о критериях. Вот поэтому большинство представителей этого же сообщества не понимает, что это такое. Это и контроль качества, это жалобы, это соблюдение законодательства, соблюдение лицензионных требований. Масса условий, которые, собственно, можно выстроить в какие-то рейтинги. По желанию, наверное, по желанию самих школ. А в системе, в регистре школа может сама себя посмотреть, сформулировав задачу для себя. Понимаете? То есть система видит все другие школы, школа сама может себя посмотреть, как она выглядит по тому или иному аспекту, на уровне округа или на уровне города. Вот в этом ценности. То есть что ей надо подтянуть, да, какие аспекты. Я и говорю, что регистр — это инструмент, в первую очередь, для, скажем так, потребителей в школе, родителей. Округ тоже может себя видеть, как он на уровне города смотрит. Когда мы говорим о рейтинге, можно ведь сказать, что давайте посмотрим, каков рейтинг школ по ЕГЭ, по тому-то, по тому-то. Вот сейчас определили ведь лучшие школы по Олимпиадам, по ЕГЭ, по другим каким-то критериям. Абсолютно доступная информация. Правительство приняло решение выделить 650 миллионов на поощрение лучших школ вот именно по этим критериям. Ну, понимаете, это ведь совершенно не значит то, что школы, которые не попали в самые передовые, что там плохое качество образования. — Соответствует ли сейчас официальная оценка той оценке, которую могут дать родители или сами ученики? — Вы знаете, то, что главный оценчик качества образования в школе — это потребитель, это правильно. Оно так и должно быть. Вообще-то школа работает на потребителя. И то, что родители отдают детей в первую очередь в те школы, в которых они точно знают, дают качественные знания, это тоже правильно, и стремятся в эти школы. — Соответствуют ли вот эти независимые процедуры оценки качества образования мнению родителей? — В абсолютном большинстве да. Когда проходят диагностики, когда проходят мониторинги качества знаний, плановые контроли качества в рамках предписаний прокуратуры. Ну, это обыкновенная процедура. Чтобы было понятно, прокуратура не предписывает, кого проверить или не проверить. Ну, в соответствии с законодательством, учебное заведение должно через определенный срок проходить независимый контроль качества образования, который проводит Управление государственного надзора и контроля. Вот это называется прокуратура проверяет на сайте прокуратуры. В абсолютном большинстве это совпадает. Те школы, в которые стремятся попасть родители, вот, их, наверное, уже, о чем правильно, уже неоднократно говорит и руководитель департамента, вот лезть в эти школы с тестами, с проверками, чтобы в очередной раз убедиться, что там нормально, лучше не надо. В большинстве школ, куда стремятся родители, качество знаний великолепное в Москве. Раньше считалось всегда, что априори, наверное, какие-то школы хорошие, какие-то плохие. И, к сожалению, ведь известны случаи, когда хорошая или плохая школа путалась с отношением кого-то к этой школе. Это проявлялось и в финансировании этой школы, и, может быть, в каких-то других отношениях. А когда выстраивается рейтинг по оговоренным позициям, что педагогическое сообщество, управленцы договорились, да, что давайте мы все-таки рейтинг вот такой выстроим и увидим, реально, на каком месте школа выглядит. Не для наказания, не для поощрения, а, по крайней мере, чтобы понимать. Он всегда помогал этот рейтинг. Что такое Московский регистр качества образования? Что это за система? Московский регистр качества образования, его введение было заложено уже в программе «Столичное образование-5». было запланировано на 4 квартал 2012 года введение Московского регистра качества образования. Что это такое? Еще три года, по-моему, назад Департамент образования Москвы, Московский центр качества округа прорабатывали подходы к созданию Московского регистра качества образования. Сейчас, вот в этом году, это активизировалось. С какой целью активизировалось? Регистр позволяет сделать систему оценки качества образования прозрачной для всех потребителей. Для родителей, для школы, для ученика, для округа, для департамента. Регистр — это такая большая база данных, которая в автоматическом режиме показывает школе ее место на уровне других школ в округе, показывает школе провалы по контролируемым элементам содержания в ходе проведения процедуры контрольных работ. Школа точно видит свои достижения по ЕГЭ, ГЕ, по Олимпиадам на фоне других школ. То есть регистр, в первую очередь, я бы не назвал его инструментом оценки качества образования. Я бы его назвал великолепным инструментом для планирования развития качества образования. Инструмент, который дает возможность школам не вслепую планировать какие-то шаги в области развития качества образования, а реально опираясь на статистику, на динамику и прочее. По настоянию руководителя департамента в этом году диагностика стартовая и итоговая также будет проводиться в апреле месяце. Они проводятся на добровольной основе. Школы сами заявляют о том, хотят они проводить диагностику или не хотят. Их никто не обязывает. Это личное дело каждого учреждения. Если в прошлых годах департамент определял представительное количество школ от одной группы, о лицеи, про гимназии, на уровне города выигрывала так называемая репрезентативность выборки. Точно было понятно, что у нас с гимназиями, что у нас со школами. В этом году, когда было запрещено использовать результаты диагностики для каких-то оценок школ, школы сами решили посмотреть, а как истинное положение делать. Как можно посмотреть, на каком уровне находится школа в системе регистра качества? А у каждой школы уже в Москве, мы же, когда проводим диагностические мероприятия, какие-то контрольные мероприятия, абсолютно у каждой школы в Москве есть личный кабинет. Достаточно для этого иметь пароль, логин. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день 505 школ по городу в апробации находятся. Разработана и действует уже модель оценки качества внутришкольная. Сейчас апробируется модель окружная. И мы надеемся, что к концу января, к февралю мы сможем городу предложить уже и школьную, и окружную модель оценки качества, чтобы город сам решал, принимать ли ее на вооружение. Все-таки надеемся, что к этой модели мы подойдем. К какому выводу вы пришли, оценивая качество образования в московских школах? Какой уровень в целом по Москве? Школы, они все разные в Москве. Где-то много победителей олимпиад, где-то много стобальников даже бывает. Ну, сказать о том, что в школах Москвы уровень качества образования более низко, чем в регионах, ну, это надо быть очень смелым, чтобы делать такие заявления. А в качестве образования в московских школах, если применять все-таки стандартизированные формы оценки, оно нормальное и значительно выше, чем в большинстве субъектов Российской Федерации. Важная составляющая качества образования – это образовательная среда. Что же это такое? Об этом наш следующий сюжет. Педагоги и психологи давно выявили, что нет прямой связи между качеством преподавания предмета в школе и развитием личности ученика. Поэтому возникла необходимость изучать все воздействия школы на ученика – качество преподавания, эмоциональный климат, личностное благополучие учащихся. Все это вместе и определяет эффективность обучения. Школа еще интересна тем, что в свое время под те проекты, под тот опыт, который мы имели, было открыто инновационное поле в Москве по проектированию, созданию и экспертизу образовательных средств. Для чего мы работали с этой системой? Для того, чтобы создать ту уникальную систему, которая бы максимально позволяла развиваться каждому из наших учеников. Она включает для себя создание той уникальной атмосферы для ребенка, в которую входит как образовательный процесс, так и его и социализация, и личностное развитие. До недавнего времени абсолютное большинство российских школ работало по единым программам и учебникам. Но даже несмотря на это, школы отличались друг от друга. Именно образовательной средой. Это и организация работы школы, и отношения в коллективе, и все, что окружает школьника. Среда может значительно улучшить или ухудшить качество образования. Методика, она рождается в процессе общения педагога с ребенком, педагога с родителями ребенка. Вот эта совместная школа и семья, сконцентрированная вокруг этой маленькой прекрасной личности, вероятно, и дает те результаты, которые нам удается достичь. Есть ли разница между теми стандартами образования, которые существуют в России, и теми, которые существуют в других странах, например, в Европе? Конечно, они отличаются. Вот... Ничем отличаются? Вчера, буквально, было интервью с одной актрисой, Светлана Ходченкова, по-моему. Ее спросили, как она оценивает работу зарубежных артистов. Она снималась в очередном фильме «Какой-то шпион в Эдивон», по-моему. И у нее была там замечательная фраза, знаете, какая? Нас еще в театральном институте учат работать на восьмой ряд, а их учат работать на партнера. Но и там, и там это преподавание, это искусство. Поэтому говорить о системе оценки качества, о какой-нибудь стандартизации в образовании у нас и за рубежом, ну, наверное, надо, потому что за рубежом это продвинуто. Мы не так давно начали принимать активное участие, ведь во всех международных исследованиях, это ТИМС, ПИРЛС, ПИЗА, смотрят самые различные аспекты развития. Так принято в мире. Мы должны, мы обязаны идти в ногу с тем, как принято в мире. Но это совершенно не значит, что по другим аспектам, важным для Российской Федерации, подходы к качеству обучения в Российской Федерации, они вот отличаются в худшую сторону от подходов зарубежных. Нет. Слава Богу, сейчас вот с принятием новых стандартов, все-таки, как я уже говорил выше, это во главу угла ставится стандарт, степень достижения стандарта. А то, что относится к так называемым дополнительным условиям, качество образования, это среда, это отношение, атмосфера в школе, это ведь, понимаете, дополнительные критерии. Но во главе угла стоит всегда стандарт. В последние годы существует мнение, что образование в России очень снизилось по качеству. Действительно это так? Ну, если говорят, что в России уровень образования упал, то, наверное, меряют опять стандартами, которые существуют там. Если мы член сообщества мирового, то, безусловно, нам где-то и в учебных планах надо все-таки использовать подходы, которые приняты, может быть, за рубежом, которые опробированы, которые показали свою эффективность. Но ни в коем случае не брать за основу... Мы это проходили уже. Брать за основу и брать на вооружение все то, что там у них работает. Мы все живем в нашей стране, понимаем где-то и специфику нашей страны. Да, рассматривать надо все. И принимать решение, принесет ли это пользу у нас. Это самое главное. А то, на каком месте образование российское котируется, не котируется, она... Ну, все это отлукавано. Почему тогда состоятельные люди отправляют своих детей за границу учиться и в школы, и в ВОЗы? Ну... В Европу... Ой, вы знаете, я несостоятельный человек, к сожалению. А может, к радости. Это лишние заботы. У меня сын поехал за границу просто получить по магистерским программам, но хочет работать в иностранной фирме здесь. Это языковая практика, но никаких мыслей, что уехать туда, вот за границу обучаться, нет. Закончил парень Бауманку, он прекрасно знает, что если у него будет практика в зарубежной фирме, то перспектива конкурентоспособности у него значительно повышается. Я считаю, что это хорошо. А вот состоятельные люди, ну, это из пресса. Ну, хотят там учить. Личное дело каждого человека. Считается, что у нас в школах преподают много лишнего, много теоретических предметов, которые потом человеку не пригодятся. Это действительно так? Ну, дискуссия на эту тему идет на самых высоких уровнях. Что надо, что не надо. Я думаю, что стандарты все-таки как-то разведут спорящих о том, что надо, что не надо. Говорить о том, что это нужно, не нужно, надо же проводить, согласитесь, колоссальные социологические исследования. Это очень серьезная работа. Качество образования в нашей стране сегодня вызывает споры. Одни считают, что оно снижается, другие, что оно значительно выше, чем, например, в Америке и в Европе. Ну, что же, время покажет. С вами была Арина Смолякова. Мы беседовали сегодня о качестве образования с директором Московского центра качества образования Алексеем Ивановичем Рытовым. До свидания. Всего вам доброго.